Почему, Эмми? Мне кажется, меня обманули. Надеюсь... Нет. Нет, нет. Гуччи не мог так поступить, он не может сорваться. Нина, у меня такие планы насчёт Гуччи. Я должна позаботиться о том, чтобы он обязательно выучился, а потом стал настоящим мужчиной. Настоящим умным. Вы не понимаете хорошего обращения. Сам виноват. Ты твердил, что главная учёба. Вот они распоясались. Они тоже должны зарабатывать деньги. Да, хватит. Я не собираюсь надрываться один. Ты должен найти работу. Я же работаю в мастерской. Несколько часов в день. Я поговорю с приятелем, у него булочная. Будешь помогать ему. Научишься ремеслу, станешь пекарем. Замечательно. Сможешь приносить домой свежий хлеб и выпечку. Мне нравится работа механика. Я не хочу печь хлеб. Я отлично знаю, на что ты годен. Я устрою тебя в булочную на полный рабочий день. Папа, как же занятие в школе? Обойдётся без них. Так нельзя, папа. Гонсало должен окончить школу. Разговор окончен. Будешь работать целый день. Тогда у тебя не будет времени на глупости. Папа, ты не можешь так поступить. Без образования у него не будет будущего. Видишь, я же говорила, у этой девчонки хватит на область и спорить с тобой. Отец не заберёт Гонсало из школы. Не только его, но и тебя. Отец, это несправедливо. Вот видишь, видишь, я так и знала. Ты хочешь, чтобы я сидела дома и смотрела за ребёнком? Да, потому что я буду работать. И ты тоже должна работать. Обойдёшься. Мы с Гонсало будем учиться, несмотря ни на что. Значит так. Отойди. Отойди, кому сказал. Не трогай её. Я сам решаю, кого и когда наказывать. Папа, мы не твоя собственность. У нас есть права. Слушай внимательно. И запоминай. Ты бросаешь школу и прекращаешь общаться с Гучева. Он мой друг. Я люблю его. Я запрещаю тебе видеться с ним. Если узнаю, что ты нарушила приказ, поколачу вас обоих. И не вздумай ослушаться. Так, иди сюда. Послушай, я всё знаю. Тебе удалось обмануть сестру, но тебя арестовали за угон машины. Да, это правда. Мы с цыплёнком действительно хотели угнать машину. Господи! Гуча! Как такой мальчик, как ты, который вырос в любви и заботе, в порядочной семье, среди уважаемых людей, мог совершить такой поступок? Вот как? Скажи мне! Так, поклянись матерью, что больше никогда так не поступишь. Не могу, Хинероса. Не могу. Почему не можешь? Что это значит? У меня серьёзные проблемы. Гуча! Мне пригрозили. Господи, помилуй. Меня могут убить. Хинероса, пожалуйста, никому не говори об этом. Сынок, это ужасно. Что ты собираешься делать? О, Господи! Тебе необходима помощь. Нет, нет, нет. Пока я бессилен изменить ситуацию, но я выкручусь. Я обязательно что-нибудь придумаю. Ладно, но ты ужасно поступил со своей сестрой. Надо было думать о ней, прежде чем ввязываться в подобную историю. Эми, так о тебе заботилась. И как ты отплатил ей за всё, чем она ради тебя пожертвовала. Из-за тебя она не может выйти замуж. Думаешь, они знают, что я был в тюрьме? Не знаю. Алехандро постарается, чтобы его семья ничего не узнала. Ради Эми, конечно. Тогда они не станут презирать её, и она не лишится уважения. Надеюсь на это. Вот именно. Эми не должна страдать из-за твоих глупых выходок. Послушай, Гучо, я прошу, ради всего святого, постарайся, чтобы Эми не узнала, с какой компанией ты связался, и какой опасности подвергаешься. Она этого не переживёт, Гучо. Тебе не нравится, Гучо? А я горжусь, что он со мной встречается. Он выше всех нас. Мы должны целовать ему ноги, если он перешагивает наш порог. Вот так. Ну, надо же. Почему это он выше нас? Он сопляк. Молодёжь совсем вспятила. У него ветер в голове. Гучо не такой, он не дурак. Он отличный парень. Опять за своё. Верно, это правда. Он помогает мне с учёбой и учит играть в шахматы. Ничему хорошему он тебя не научил. У Гучо лучшие оценки в классе, он самый умный. Мне наплевать на его оценки. И на его ум тоже. Я против всяких заумных штучек. В нашем доме нужно не ум демонстрировать, а трудиться и зарабатывать деньги. Гучо принадлежит к высшему классу. Они были богатыми. У его бабушки было много денег. А ещё большой дом и три машины. У неё было... У этой нищей семейки... У них всё бывало, и то бывало, и это бывало. Было. Твоему сведению от глагола быть, а не бывать. Чтобы не быть такой тупой, надо учиться. Слышал? Она назвала меня тупицей. Если не приструнишь их, когда-нибудь они побьют меня. Ты должна уважать свою мать. Она мне не мать. Ты должна относиться к ней с таким же уважением, как и ко мне. Я тебя уважаю, отец. Но ты ломаешь мою жизнь. Сделаешь так, как я велю. Ты запрещаешь мне учиться? Или любить Гучо? Ты забыла о Швейцаре. У них был швейцар, Джеймс. К чёрту Джеймса. Пойдёшь со мной, познакомишься с булочной. Идём. Сегодня мне отдохнуть не удастся. Молодёжь совсем обнаглела. Я с тобой. Папа. А ты останешься здесь. Ни с кем. Не встречаться и из дома не выходить. Ты не можешь. Я делаю то, что считаю необходимым. Это сказал Пепе Пенья. Идём. Из тебя получится отличный булочник. Или я не Пепе Пенья. Пошли. Если я обнаружу этого негодяя здесь, вышвырну его вон, поняла? Какая приятная неожиданность. Я шла в книжный магазин, чтобы купить журнал, и решила по дороге заскочить к тебе. Отлично. Мне это нравится. Похоже, ты тоже скучаешь без меня. Надеюсь, ты забежала, чтобы поцеловать меня. Не надо. Кто-нибудь может войти. Сюда без стука никто не входит. Кроме того, ты ведь моя невеста или нет? Убери руки, иначе я уйду. Ладно, согласен. Я постараюсь взять тебя в руки, но это нелегко будет сделать. Дорогой, ты бесподобен. Ты меня обожаешь, так? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я ничего не делаю, видишь? Я к тебе не прикасаюсь. Один поцелуй. Нет, успокойся, успокойся, сядь. У меня к тебе дело. Честно говоря, я зашла, потому что хочу поговорить о Нине. О Нине. Дорогой, прежде всего я должна поблагодарить за то, что ты сделал для Мегелона. Огромное спасибо. Но я хочу попросить еще об одной услуге. Ты не можешь помочь Нине? Она нигде не работает? Нет, она шьет одежду, но, к сожалению, сейчас ее заработка не хватает, чтобы оплатить все домашние расходы. Она отличная швея, дорогой. Просто вот мастер своего дела. Ну, я и подумаю, раз у вас есть отдел по дизайну одежды, то почему бы не... Ладно, ладно. Она принята. Правда? Конечно, я доверяю твоим рекомендациям. Честно? Да, да, я серьезно. Пусть приходит в любое удобное время. Но вернемся к нам. Когда мы встретимся? Когда захочешь? Да. Как насчет воскресенья? Ты встанешь пораньше, наденешь купальник. Мы что, поедем на пляж? Нет, это будет небольшой сюрприз. Милый, но ты же говорил, что в следующее воскресенье мы с бабушкой придем к вам домой, поскольку твои родители никуда не уехали. Да, да, там видно будет. Но сюрприз ожидает тебя утром. Хорошо. Хорошо. Я пойду, мне пора. Минутку. Ты уйдешь вот так? Как? Даже не поцеловав меня. Дорогой. Один поцелуй, маленький, всего один. Вот так. И еще один. Алехандро, я хотел... Что случилось, отец? Прошу прощения. Мария Эмилия зашла на минутку. Здравствуйте, синьор Агиро. Здравствуй. Я хочу, чтобы ты просмотрел эти документы. Когда освободишься. Простите. Видишь, дорогой, он не постучал. Он же мой отец. К тому же владелец компании. Поэтому он считает, что ему не обязательно стучать. して.